Здравствуйте, уважаемые любители Орловской старины! Сегодня мы продолжаем цикл передач прогулки с краеведом И снова поговорим о Мценске О зданиях, расположенных рядом с его одной из главных площадей Красной площади Сегодня это сквер, здесь мемориал Ну а в 18-м, начале 19-го века здесь располагалась центральная Мценская площадь Мы уже говорили, что у Мценска несколько центров Первый центр – это гора Самород, где была крепость А вот затем стало тесно в крепостных стенах Крепость рухнула и обвалилась, и военное значение было потеряно И город распространяется на другую сторону реки Зуши И вот здесь, у бывшего перевоза, образовывается большая торговая Красная площадь О церкви, обновлении Храма Христова в Иерусалиме или Воскресенской Мы уже говорили, рассказывали Но вот вокруг нее формируется целое пространство Когда был прегенеральный план городом Мценска То эта площадь мало изменилась, она приобретает лишь квадратное очертание Фактически как незастроенный четырехугольник Здесь располагались присутственные места Здесь располагались городские различные службы И в конечном счете из этих административных зданий А также из зданий, которые принадлежали богатым купцам Формируется внешний вид улицы Но, пожалуй, главной достопримечательностью сегодня Краеведческой на этой улице, на ее углу Является дом, который по легенде описан Николаем Семеновичем Лесковым Конечно, образ Катерины Измайловой, собирательный Этот случай Лесков взял из уголовной хроники Он сам работал в палате уголовного суда И сюжет у леди Макбеттенцентского уезда Само название оно взято как бы из Шекспира Парафраз Шекспира Но речь идет об уголовной преступнице Которая убивала людей И вот поселил он их в Амценске Хотя у него фигурируют и кромы в ранних его записках Образ собирательный Но, тем не менее, реальные купцы Измайловы здесь жили Существует легенда, что одним из домов им принадлежавший Был как раз вот этот дом По иронии судьбы сейчас здесь находится управление внутренних дел В доме уголовной преступницы Купчихи Измайловой Находится тот орган, который пресекает преступление Но само это здание, так или иначе, связанное или не связанное Легендарное с лесковскими персонажами Оно очень интересно Это здание в стиле классицизм Здесь мы видим такую небольшую мансарду над ним Очень интересную Окна обрамлены плоскими наличниками Здесь мы видим и филенки под окнами Сам фасад расчленен, что придает некоторую воздушность ему Пилястрами плоскими И мы видим, что изящные кронштейны украшают карниз Вот такое интересное здание Связанное как бы и с легендами старого Мценска И одновременно интересный архитектурный памятник Ну а с другой стороны этой площади мы также видим ряд зданий Сохранившихся с 19 века И в стиле классицизм, и уже в романтическом стиле Которые и сейчас создают неповторимый облик этой старой части города Особенно хотелось бы сказать об одном доме Обрамляющем площадь со стороны трассы Москва-Симферополь Это здание предреволюционное, достаточно позднее Оно построено, когда уже площадь потеряла свое торговое значение Но это здание построено в таком элегантном стиле необарокко Здесь над окнами очень красивые падуги барочные Здесь много украшений, развитый карниз И хотя здание выкрашено всего в один цвет Это неправильно, оно должно быть выкрашено как минимум в два цвета Чтобы выделить архитектурные детали Но и тем не менее, даже вот в таком виде Оно очень броское и эффектное И до сих пор является украшением и улицы, и площади Когда площадь потеряла свое центральное значение А это случилось уже в середине 19 века И главной площадью стала Хлебная, теперь площадь Ленина То Красная площадь постепенно запустевает А в последние годы, послевоенные годы Она становится парком, сквером Здесь отмечена память о героях Великой Отечественной войны Этот мемориал возник уже после Второй мировой Великой Отечественной войны И здесь он постоянно развивается Появляются какие-то новые элементы В частности, это стелла Более поздняя, чем само это сооружение Здесь обозначены имена героев Связанные с Амцентском Стоят бюсты и главный памятник мемориала Такое развитие этой старой площади, пожалуй, очень органично Парк, спускающийся эспланадами к реке Бывшему перевозу Очень гармонирует с самим городом Создает в самом центре его уютное место Ну и, конечно, это воспитание патриотизма у подрастающего поколения Здесь проходят все воинские ритуалы Отмечается память событий Великой Отечественной войны Особенно впечатляет главная аллея мемориала Подобной нет ни в одном нашем центре И в том числе в Орле Здесь большие бюсты наших героев Советского Союза И эта аллея завершается впечатляющим памятником В Великой Отечественной войне Большой скульптурной композиции двух воинов Надо сказать, что этот мемориал очень гармонично вписался В ландшафт Мценска И я считаю это украшением города Красная площадь старинного города Мценска Это отражение на маленьком пятачке Не только истории этого города Но и истории всей страны Недаром она такая же Красная площадь, как в Москве у Кремлевских стен И как и там здесь захоронены воины Как и там здесь прекрасные архитектурные памятники Как и там здесь великая русская литературная история На этом я прощаюсь с вами До новых встреч Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!